Девушки отдыхают Но так ли это? Изучив тему, я узнал, что все, оказывается, происходит совсем противоположно Посмотрите, в Соединенных Штатах, где оружие в большинстве штатов легализовано, уровень преступности, напротив, даже снижается То есть по сравнению с теми штатами, где оружие запрещено, либо его ношение сильно ограничено, там уровень преступности гораздо ниже Дело в том, что когда население вооружено, оно может постоять за себя В первую очередь это позволяет отбиться от преступников, но не только Ношение оружия подразумевает также в США, например, и защиту гражданами конституционного строя То есть, если, как гласит вторая поправка конституции, что граждане имеют право хранить и использовать оружие для защиты А также использовать его в том случае, если правительство или президент каким-либо образом грубо систематически нарушает конституционный строй В таком случае народ имеет право на вооруженное восстание И на самом деле это очень серьезно Посмотрите на нас Вам не кажется, что одной из главных проблем в Беларуси является как раз недопущение свободного ношения оружия? Посмотрите У нас есть конституция нормальная, которая обеспечивает нам права и свободы Однако она не соблюдается Почему? Потому что к власти пришел диктатор, совковый диктатор И он использует конституцию исключительно в тех случаях, когда ему это выгодно Почему? Очень просто Потому что народ не может ничего противопоставить Вспомните 2010 год, когда огромная толпа вышла в Минске И к чему это привело? К поражению А почему? Потому что так бывает всегда, когда невооруженные люди выходят против вооруженных людей Но главное здесь суть не только в том, что народ должен иметь возможность свободно носить оружие И защищать себя Он должен на законодательном уровне, как и в США, иметь возможность защищать конституционный строй То есть люди должны иметь право массово выйти с оружием в руках Если правительство нарушает конституцию и законы систематически И показать этому правительству или президенту кузькину мать Да, им за это не должно быть совершенно ничего Только так можно обеспечить исполнение конституционных своих прав И спокойную жизнь В противном случае конституция это всего лишь бумажка Человек с оружием всегда может добиться большего, чем человек без оружия Посмотрите на статистику других стран И у нас раньше одним из неотъемлемых прав свободного человека Была возможность ношения оружия Если, конечно, ему это нужно и у него были на это средства Посмотрите, даже в Российской империи такое право у людей было Его отменили большевики после Октябрьского переворота Посмотрите, декреты от 12 июля 1918, 20 июля 1918, декреты 1921 года Позволили носить оружие только милиции, армии и тем, кому разрешает советская власть Но не народу, все остальные должны сдать оружие Включая не только пулеметы, автоматы, винтовки там и все остальное И револьверы, но и сабли даже Возможность использовать оружие, защищать свои права, честь и достоинства Свой дом, свою семью, свой конституционный строй Как это все является неотъемлемой частью свободного и демократического мира Точно так же отсутствие этих прав является неотъемлемой частью диктаторских режимов Они боятся свой народ, они навязывают ему свою волю Поэтому они никогда не позволят людям свободно использовать оружие Поскольку они боятся И поэтому, живя в диктаторском государстве Вы не сможете защитить ни свой дом, ни свою семью, ни себя, ни конституционные права Это касается как внутренних оккупантов, то есть власти Так и внешних агрессоров, которые захотят воспользоваться таким положением И напасть на страну Невооруженный народ не сможет оказать сопротивление Врагам ни с востока, ни с запада Поэтому нынешнее положение является крайне вредным и опасным Только легализовав оружие и возможность его законно использовать для защиты своих прав Мы можем обеспечить себе настоящую свободу Подписывайтесь на канал Подписывайтесь на нашу группу в Телеграме и в Дискорде Подписывайтесь на аккаунт в Одноклассниках или на наш Перископ Не забывайте о донатах Мой дурдор Мое государство Мой дурдор Моя страна Мне не нужна такая страна Странная, озабоченная страна